Еще раз доброе утро, наши дорогие телезрители, в эфире утренняя программа на канале НБТ Улыбайся, с вами я, Зарина Хасанова. Тема нашего сегодняшнего эфира это новогодние гостюмы и прочие новогодние мишура, назад в прошлое, на ряда Советского Союза, когда все девочки были снежинками, а мальчики были серыми зайчишками. Дорогие друзья, пользуясь моментом, хочу упомянуть о партнерах нашей программы и это подгузники Бомбино. Замечательные подгузники, друзья, которые обладают рядом преимуществ, линейка подгузников Бомбино была разработана, чтобы обеспечить вашему малышу максимальный комфорт и свободу движения 24 часа в сутки. Друзья, сегодня мы разыгрываем всю эту упаковочку, она может стать вашей, принимайте активное участие, звоните к нам в студию по номеру 90 3121. Вопрос нашего сегодняшнего эфира, ваш самый оригинальный новогодний костюм, быть может вы вспомните свое детство, либо у вас есть маленькая чада, которая уже успела побывать на утреннике и надеть красивый новогодний костюм, а быть может вам утренник только предстоит, в любом случае звоните нам и рассказывайте, а тем временем у меня в студии есть гости, это Назира Садыкова, конструктор-модельер одежды. Доброе утро, Назира, насколько мне известно, вы шьете новогодние костюмы, у вас, наверное, сейчас бум, наплыв работы. Вот очень интересно, какой образ сегодня в тренде, кем хочется стать современному ребенку, какие-то вот самые известные персонажи, любимые. Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, современные дети, конечно, хотят стать героями из современных мультфильмов. Так, например, какие? Например, это девочки, это феи разнообразные, Винкск, Винкск, наверное, все мамы знают, какие феи всякие, мальчики, конечно. Королевы-принцессы, наверное, да? Да, белоснежки из Уолт-Диснея, всякие принцессы. А если говорить о мальчиках? Мальчики, это, конечно, супергерои, Человек-паук, Бэтмен, Человек-Халк, там еще всякие костюмы разные. А вот если говорить о предпочтениях, меняются ли они из года в год? Вот, например, взять год текущий, например, и до этого, который был год. Есть ли какая-то разница, например, сейчас? Ну, допустим, в прошлом году год козленка, допустим, да, был. В прошлом году очень много, многие дети одевали. Все были козлятами. Да, потому что на советские мультики много мультиков с козлятами, да. А в этом году год... Обезьянки. Обезьяны, да. А у нас... Заказывали уже такой костюм? Нет, очень мало. Ну, один-два костюма, ну, 10 раз меньше, конечно, так как у нас, наверное, мультиков. С таким персонажем мало и не ставят постановки в детских садах, вот. А вот интересно, из самого недавнего, что вы шили, вот, может быть, на днях? Какой костюм закончили? На днях это костюм куклы. Как он выглядел? Расскажите нам, пожалуйста, что мы представили. Вот, очень пышная юбочка для девочки трех лет, огромным бантом, со стразами, бантиками, с рюшками, гипюром, со всеми делами. Очень нарядно, красиво. Да, очень красиво. Отлично. Давайте пока примем телефонный звонок и обязательно продолжим нашу беседу. Доброе утро. Доброе утро, мы вас слушаем. Так, судя по всему, звоночек сорвался, вы можете к нам перезвонить еще раз, мы обязательно вас услышим, послушаем. Так, Назир, расскажите, пожалуйста, вот вы рассказывали про образ куклы, такое красивое, богатое, пышное платье. Вот сколько по времени занимает пошив одного наряда? Кропотливая ли это работа? Скажем так, ну, нормально, скажем, где-то один-два дня мы тратим на один костюм, вот, в зависимости от сложности, конечно, бывает там за два часа. А какой был самый сложный костюм, вот когда надо было много сидеть, много что-то делать руками, может быть, вам запомнилось? Ну, сложно, это, я так считаю, что где очень много сборок, это сейчас очень модные пышные юбки американки, сейчас много очень принцесс, всяких девочек, девочки одеваются, всякие пышные юбочки, вот сейчас очень, наверное, в курсах, вот. Вот, и вот эти вот именно юбки американки очень много времени отнимают, конечно, а так остальные персонажи, ну, и, конечно, вот супергерои, вот эти супермен, человек-паук, у них вот такие мышцы должны быть, и вот это вот ростовые куклы. Да, вот объем, где округлости, где должны быть. Отлично. Наверное, думаю, вот, Назир, вашим деткам повезло, вы можете им сшить красивые новогодние костюмы, не нужно идти в магазин, брать костюм в аренду, что-то у кого-то сшить, ходить на примерки. Все, вот дома мама сама шьет, все делает. Да. Ну, она уже второй год снежинка, в силу ее характера. А второй ваш ребенок, он еще пока не до розы детского сада, я так думаю. А что будете жить для него, чем будете радовать? Ну, она девочка посмелее, наверное, будет участвовать во всяких постановках, ну, какие костюмы скажет в садике, сошьем. Отлично. Что ж, дорогие друзья, беседу с Назирой мы обязательно продолжим. Тем временем мы двигаемся дальше. Еще раз доброе утро, дорогие мои. Желаю всем прекрасного настроения и отличного дня. И я думаю, что вот именно такое настроение вам подарит наша следующая композиция. И это будет Кузьмин со сказкой моей жизни. Пусть, дорогие друзья, в жизни каждого из вас будет своя собственная сказка. Еще раз приветствую всех тех, кто сейчас находится под ту сторону экрана. Доброе утро, дорогие друзья. Просыпаемся и настраиваемся на позитивный день. Сегодня мы все утро говорим о новогодних костюмах. Назад в прошлое. Наряды Советского Союза, когда все девочки были снежинками, а мальчики зайчиками. Друзья, сегодня мы разыгрываем очень хороший и полезный подарок от наших партнеров. Это подгузники Бомбино. Линейка подгузников Бомбино была разработана, чтобы обеспечить вашему малышу максимальный комфорт и свободу движения 24 часа в сутки. Вопрос сегодняшнего эфира следующий. Расскажите, пожалуйста, о своем новогоднем костюме. Быть может, вы окунетесь в свое детство и вспомните свой первый утренник. А возможно, у вас есть уже свои маленькие детки, вы уже их успели отправить на утренник и как-то вот красиво их приготовили. Поэтому звоните к нам в студию по номеру 90-31-21, принимайте активное участие. Самый оригинальный ответ, как всегда, заслужит подарок. И это вот такая вот будет замечательная упаковочка подгузников Бомбино. Тем временем мы продолжаем беседу с нашей гостьей. И сейчас со мной в студии находится Назира Садыкова, конструктор-модельер. Назира вот ежедневно сейчас шьет новогодние наряды, очень много у нее заказов на самом деле. Давайте немного поговорим об утренниках. Вот как вы думаете? Я думаю, что вот современные утренники, они гораздо ярче, красивее. Ведь есть ростовые куклы, есть аниматоры, изобилие красивых ярких образов в новогодних костюмах. Вы как считаете? Ну, да, конечно, это отличается от советских времен, потому что очень много тканей. И от тканей исходят и эти же ростовые куклы, персонажи разные. Вот вы наверняка были на утреннике своего ребенка. Как он прошел? Ярко, красиво? Ярко, конечно. Всякие герои, ростовые куклы, костюм очень у всех красивый. Все детки такие красивые, пышные, красивые, яркие. Отлично. Быть может, вот сегодня, да, сейчас конкретно среди наших телезрителей есть родители, которые еще не успели отправить своих детишек на утренник. И они сейчас сидят и думают, во что вам не одеть своего ребенка? Какой мне наряд подготовить ему? Дайте, пожалуйста, совет. Я думаю, что любая мама хочет, чтобы ее ребенок был самым ярким, оригинальным. Как выбрать вот тот самый образ? Как его найти и выделиться среди остальных детей? Ну, в основном родители выбирают, советуются, во-первых, конечно, с ребенком. Да, потому что ребенку должно быть комфортно, что должно быть в первую очередь, костюм должен ему нравиться. Вот. Ребенок говорит, какой костюм, какие должны быть там всякие мелочи. Оговаривать все это. То есть, ребенком наверняка есть какой-то любимый мультипликационный персонаж или какой-то образ, правильно? Да. Если ребенок говорит, мама сама выбери, тогда мама с помощью интернета выбирает красивый самый, на ее взгляд, костюм и приходит к нам. Отлично. На Зире у нас есть телефонный звоночек, давайте его примем вместе с вами. Доброе утро. Доброе утро. Говорите, пожалуйста. Да. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Марина. С наступающим, вас с Новым Годом в первую очередь. И вас также с Новым Годом. Расскажите, пожалуйста, наверняка вы вот позвонили нам поделиться о новогоднем костюмчике. Да, я хочу рассказать о своем костюмчике. Осень называется. Так. Очень красивый, значит, корона из листьев, а платье очень красивых цветов, желтый, переходящий в оранжевый, потом в красный, пышная платьица. Очень красивый костюм. Угу. Отлично, отлично. Большое спасибо за звонок. Мы вас поняли. Назира, вот мне интересно, а вы помните свой первый утренник? Ну, конечно, помню. Каким он был? Ну, это было в советское время, конец советских времен. И тогда очень, как мы знаем, да, костюмов мало было. Все одевались в снежинки или же в зайчиков и волков. Вот. А я, помню, была чертиком. Такой у вас был отрицательный персонаж, я бы сказала. Ну, заняла первое место, я помню, потому что мама, ну, чертиком, по-моему, легко было сделать. Она порезала ненужные всякие, ненужные одежды. Вещи какие-то, да? Да, порезала и из лохмотьев с чертиком не сделала костюм. Отлично. Совсем скоро уже наступит Новый год, меньше недели уже осталось. Ваши пожелания нашим телезрителям, Назира? Ну, всем телезрителям, всем кыргызстанцам желаю, конечно, здоровья, чтобы все были здоровы, улыбались чаще, конечно, чтобы у всех детки здоровы были. Отлично. Большое спасибо за теплые пожелания, я, конечно же, присоединяюсь к ним. Ну, еще раз доброе утро, наши дорогие телезрители, если вы сейчас завтракаете, желаю вам приятного аппетита. Ни в коем случае никуда не торопитесь, смакуйте еду, выпейте обязательно чашечку вкусного горячего кофе или любимого чая и начинайте неторопливо свой день, самое главное, с хорошим настроением. Ну, а пожелала приятного аппетита вам совершенно не зря, потому что наша следующая рубрика – это кулинарный гурме. Давайте посмотрим, что же сегодня приготовит мой соведущий Пазалджан Ильимов. Продолжение следует...